Это Уфимский Сандерленд. Сегодня у меня в гостях Роберт Уфенок. Мы давно уже договаривались, если кто не смотрел, мы делали подкаст, в котором мы обсуждали его карьеру, жизнь и так далее, Уфу. Сегодня он мне тогда пообещал, что мы встретимся, когда он будет в Уфе. Вот, этот день настал, дату говорить не буду, но, я думаю, вы плюс-минус понимаете, какое время. Поэтому, Роберт, привет. Здорово. Вот, мы сделали немножко необычно. Я решил выбрать лучшую Уфу по версии Роба, потому что их много было. Все говорят, что они якобы там одинаковые. Я с этим категорически не согласен. У меня есть своя любимая ФИФА. Вот, и сегодня мы узнаем… Какая у тебя ФИФА? У меня ФИФА 07. Почему? На самом деле все просто. Во-первых, это первая ФИФА с русскими комментаторами. Первая. Вторая. У меня компьютер появился в 2006 году. Это была первая ФИФА, в которой я типа 15 сезонов карьеры прошел. Ну да, это еще Уткин, Соловьев. Уткин, Соловьев, да. И, соответственно, она именно сердечко запала. Плюс я тогда покупал журнал «Игромания», и у них большой такой плакат с ФИФА 07 как раз в одном из номеров было. И у меня плакат висел с ФИФА 07. Вот только поэтому. А так по игре я уже… Другие, конечно, именно по физике и так далее. Вот знаешь, как будем делать? Давай на бум просто будем брать ФИФА. И, соответственно, выбирать, какая больше нравится. Первая твоя ФИФА. Ну вообще 2000 нравится, ее даже нет. Ну потому что, во-первых, она… Мне не нравится обложка, которая у нее… Здесь я тоже… Давай будем плюс-минус по-быстрому дизайн оценивать. Давай, давай. Потому что первый, ФИФА 2001-2002, там был один игрок, и там менялся игрок в зависимости от страны, для которой он продавался. То есть у Испании это был там условно Керкосилес, у… там в Англии это был там Сол Кэмпбелл, например, какой-нибудь. И Беркемп, например, у Голландии. Давай вот по порядку пойдем. Вот есть ФИФА 2003, ФИФА 2004. Для тебя вообще есть разница в этих игрок вот так вот на память? На память, да, есть. По-моему, в третьей ФИФЕ нужно было обязательно развернуться лицом к игроку, чтобы пас отдать. Четвертый, мне кажется, там как-то упростили именно передачи. Вот. Ну, блин, если по дизайну, то вот это для меня, безусловно, тут Анри, Роналдиньо. Для меня Анри, для меня Арсенал, я болельщик Арсенала, и для меня, конечно, плюс Дель Пьера тоже. Я Ивентусу очень симпатизировал в те годы. Он тогда силен был. Да, и Роналдиньо тут вообще без отросов. Ну и в целом ФИФА, я помню точно и третью, и четвертую. Мы играли уже на компетном у брата, я помню, у дяди. И четвертый мне точно больше понравился, чем третий. Ну я тоже четвертую больше играл, в 2003 я помню, только там был мод какой-то. Пэлловский, старый, но это не официалка. Давай дальше, 2005-2006, какую ты выберешь, какая тебе больше нравится? Ну здесь тяжелый выбор, но я, наверное, думаю, что ФИФА 2005, насколько я помню. Ну если мы возьмем обложку, да, вроде тут по три клинера, но, блин, вот эта обложка, по-моему, вообще считается одной из самых культовых, где Роналдиньо. Плюс они будут, как мы видим, да, потом вплоть до девятой ФИФы на всех обложках вдвоем. И они, конечно, захватят это. Ну да, особенно вот этот дождь. Да. Ну, по-моему, вот шестой ФИФе, вот эта, по-моему, обложка считается, там, самый культовый. Вот. Ну она реально крутая, мне нравится. Если по обложке я с тобой согласен, мне больше тоже нравится ФИФА 2005. Объясню просто, почему мне ФИФА 06 не зашла так сильно. Там почему-то были слишком яркие, яркое поле было, получается. Там яркая цветовая такая гамма была. Вот. Не знаю, почему мне это рябило. Так, давай тогда мы оставим так 2004, 2005. Мы же не по обложке сейчас. Да, вот ФИФА 07, 08. Ну, я думаю, ну, 08, наверное. Мне кажется, или в 08, или, по-моему, в 09, по-моему, трава изменилась. 08, я вот, седьмая, восьмая, особо я не помню разницы. Ну, там знаешь, как было? Мне кажется, движок поменялся, наверное, восьмой, может быть. Для плойки поменялся восьмой, на комп выходил еще на старом движке. Седьмая, да. Ну все, вот понятно тогда. Ну, смотри, я помню точно, что в девятый они сделали 3D траву. Вот, я помню, это такой был вау-эффект. Мне кажется, если мы возьмем плойку, то, наверное, это с восьмой как раз. Ну, значит, восьмая. А мы можем сразу просто, давай с трех. Вот, девятую, да, тогда? Давай девятую тогда, конечно. Да, он просто так проще будет. Ну и обложка тоже бомбезная. Да, а мне здесь, знаешь, состав Милана прям, он был настолько там сильный. И Роналдинио, там вообще бразильцев много было, насколько помню. Еще и Бэхом, не помню, в этом или в следующем сезоне приходил в аренду. Да. Но здесь FIFA 09, она как раз на комп вышла тогда вот как раз на новом движке. Да, на комп точно на новом движке, потому что ребяткова была. Так, это я точно помню. Так, следующий FIFA 10 и 11. Поверьте, кстати, Никита Маврина, FIFA 10, его любимая, это у нас, когда между я и у него спрашивал, он говорил, что почему-то им больше это нравится. Тебе какая больше? 11. 11, потому что в 11 был новый движок тоже для компов, они впервые сделали. То есть если мы на плойках играли, у тебя изначально как бы радиус действует 360 градусов, то все, кто играли на компах, до 10-й FIFA исключительно, у тебя был радиус удар 45 градусов максимальный. То есть ты мог бить там условно сколько, 8 направлений, да, ну чуть больше получается, вверх, там вверх-влево ты зажимаешь у тебя по диагонали. Ну и, соответственно, когда вышел 11-й FIFA, всем игрокам, которые там хотели играть на турнирах и чего-то добиваться, им 100% нужно было компам подключать геймпады, потому что у тебя… Уже сложно было нормально. Да, ну то есть ты условно можешь пробить там на 181 градус, да, там на 170, ну условно, да, там у тебя ампитуда большая. Я понял. Выбор там 47, вот так, 49 и так далее. А если ты играл на компе, то ты не мог делать определенный тип ударов. Ну, соответственно, 11-й здесь точно для меня, ну это был вау-эффект, действительно. Даже если мы возьмем просто технические характеристики, которые нужны там для того, чтобы запустить FIFA. После 10-й просто, ну старые компы уже были, и уже там 11-й ноги не взянули. У меня такая была история. Я не мог в 11-й играть, потому что у меня тормозило все. Я ждал год, пока у меня новый комп купил. Прикольно. Слушай, ну для меня 11-й это единственное то, что РПЛ появилось, вот самый вау-эффект для меня был тогда, потому что все, мы играли либо с модами, либо не играли совсем, получается. Ну да, патчи там всякие. Ну 11-й, да, уже официально, я помню, запустил прям раз, там был, да, и Спартак, и с Великой, и, ну, действительно круто было. Ну да, потому что... Ну и плюс Богданович появился, да. Да, да, это тоже была история. Давай 12-й или 13-й? Ну для меня 12-й, это моя первая ФА, в которую я начал играть именно на турнирах, именно вот, ну, уже серьезных турнирах профессиональных. То есть до этого я играл там, какие-то чемпионаты здесь. Я помню, как я ее купил, в первый же день выхода в М-Видео мы ехали из Екатеринбурга на автобусе с выезда, по детям футбол туда играли. Я попросил заставить меня вот на Жуков, где Простон. Да, да, да. Зашел там в М-Видео, и в первый же час продаж, там 9 утра было, наверное, купил себе вот эту игру с меризуственной обложки, пришел домой, включил, и сразу все зависит это на день. Вот. Ну и сама FIFA, вот эта 12-я ФА считается, ну 12-я-13-я тоже, они считаются, это две самые сблансированные игры именно с точки зрения к игре спорта. То есть если мы возьмем именно соревновательный режим, и, в принципе, там удовольствие от игры, которые люди получали, то у тебя есть баланс. То есть ты мог там и за слабую команду обыграть сильно, потому что ты просто лучше играл, допустим, да, и сама по себе игра была крутая. То есть были и дальние удары, и навесы, и угловые, ну то есть все было в балансе, и большая ностальгия по этим играм, конечно. По 12-ю соглашусь, как минимум, потому что я купил тогда Xbox себе 360-ый, и эта FIFA была, соответственно, первой, и мы в нее просто, знаешь, вот столько играли, как я в другую FIFA не играл, потому что вот 13-ю я пропустил по причине того, что я был в армии, я просто, она прошла мимо меня, поэтому я просто в нее не играл, ну, мне было некогда. И что отмечу, кстати, вот в будущем, 12-е это последняя FIFA, где было два игрока, здесь какая, вот как раз Березуцкий, это регионовский, так скажем, игрок, потому что у других... Ладно, мог бы сказать, что на весь мир вышел. Да, ну, в Березуцкий на весь мир, да. Вот, а потом уже как раз начали появляться обложки, где у нас солировал один в основном игрок в дальнейшем. Да. Вот, как раз-таки 14-е, 15-е, здесь, там, быстренько отмечу, из исторических фактов, 14-е почему-то вышло на плойке именно для четвертой без русского языка. Она вышла полчаса с английскими комментаторами и на английском языке. Вот в этот год вышла FIFA. Было же, а... Нет, нет, вот именно, я не знаю, вот как сейчас, если устанавливать, она идет без русского языка. Да, русский язык точно был. Нет, нет, а вот на компьютере на третьей плойке точно есть русский язык, а вот именно для четверки почему-то нет. Может быть, оно... Что-то там, может быть, багнуто было, потому что мы играли в чемпионат, и это как раз вышло новое предстоящее, да, и первая FIFA, которая была для новой... новой PlayStation, поменяли движок, это Ignite, да, был. Да. Но на самом деле, вот этот движок, он был тоже очень крутой, и вплоть там до, наверное, 16-х, он был или до 16-х, мне кажется. Вот. Ну, классная была игра, опять же, впечатления у меня самые положительные. И на самом деле, я вообще же не фанат Месси, то есть если там в вечном споре, да, для меня там... Больше Криш. Да, Криш, это намного более такой показательный, ну, с точки зрения спорта всего, но я сейчас смотрю просто 14-15-16, это три фифы, где у меня были, наверное, самые большие там, ну, достижения. Вот. На обложке был Месси, поэтому пусть они его вернут. Так, 14-й, 15-й? Блин, 14-й я был на Мире, в Кариме, в Кариже. В этой я выиграл 7 турниров, Панкрат, вообще такой поставил рекорд. Лановых именно, да, и выиграл на Мальдивах у них тоже в 15-й фифу. Короче, с точки зрения веселья, наверное, у меня больше 15-й, потому что там она была очень реактивная, то есть там можно было за одного игрока пробежать, все более. Вот. Была очень динамичная, я люблю, когда игра спростая, в принципе, она такая должна быть, да, то есть когда люди говорят, что фифа должна быть максимально похожа на футбол, они совсем согласны, потому что у тебя 6 минут тайм, если у тебя будет очень долго развиваться атака, да, как в реальном футболе, там пас будет идти, там, блин, две секунды, условно, да, то, ну, как будто будет считать 1-0-0-0, там, потому что не сможешь там достаточное количество атак провести, поэтому, наверное, с точки зрения веселья, мне кажется, все-таки больше 15-я, вот, но, ну, давай 15-й реально, хоть 14-й, 14-й навесок были имбалансные, я помню точно, то есть я там играл за Баварию, преимущественно, там можно было просто за реберей головой забивать, человек, из-под Данте какого-нибудь, да, или из-под Рамоса, здесь 17-й для меня точно, здесь, насколько я помню, появилась история Хантера, если уж так вот в обычные уходить, не турнирные, вот, то есть сюжет появилась в этой игре, вот, я помню, что я на Xbox 360 мне уже нельзя было, то есть там была просто уже, на старом движке, вот здесь как раз ты видишь, фростбайт появился, да, фростбайт 17-й фифы пошел, видишь здесь, и это на самом деле начало гибели фифы, такой, прям соревновательный, потому что они, фростбайт вообще подшутнули движок, да, и когда они начали вводить эту фигню, дичь, в фифе очень много стало автоматизированных действий, то есть, здесь, допустим, до фифа 16 мы играли, и у тебя полностью, ты за защиту отвечаешь сам, да, за так вот отвечаешь сам, за все перемещения игроков, то с фифа 17 у тебя защита уже, ну, искусственный интеллект, он стал очень сильно повышаться, и он стал включаться в игру, то есть, очень многие действия игроков, они происходили за тебя, то есть, ты, допустим, мог отдать какой-то скрытый пас, который соперник не прочитал, и в нормальной фе, да, в реальности, но он должен тратить, потому что соперник не прочитал это действие, это его вина, то с фифа 17, если, допустим, у него был достаточно умный, для игры защитник, ну, как Ван Дейк сейчас, допустим, там, Лисерфон Рамос, Пипе, то он автоматом читал, да, и автоматом блокировал эту передачу, что уже, короче, стало таким щелчком, таким знаком, наверное, что что-то неладное начинает происходить с игрой, но, скажу так, до фифа 19, где-то это все было терпимо, потом, все, что потом, это, это капец, вот, но здесь, между этими играми я вымер, все же, по 17, вот, все равно она была крутой. Так, 18-19 здесь, если как обычный болельщик, здесь был режим чемпионата мира 2018, потом, по-моему, не выходило, и есть еще альтернативная обложка, как раз, тоже с Роналду, на форме сборной Португалии, насколько я помню, 19-е, здесь, ну, я бы сказал, больше промежуточной, наверное, для меня, по крайней мере, была. Я смотрю, эти значки там, сзади, по интеракции, в World Cup были. Здесь, я не знаю, слушай, ну, я, наверное, за фифа 18, 18-е, выиграл чемпионат РПЛ, до этого было два проигранных финала, плюс я переехал, как раз-таки, трансфер в Лока был в этот сезон. Я приезжал, как-то все так было, в новинку, что я двигаюсь уже, там, играю в турниры из Москвы, европейских турниров стало больше, вот, для меня фифа 18, наверное, такая переходная, что ли, из этапа такого, финского, в московское, европейский, который больше, да, поэтому фифа 18, наверное, и с точки зрения, мне кажется, баланса, она тоже была прикольней, но, кстати, фифа 19, наверное, самая аркадная фифа из тех, которые были, там были вот эти голы, Эль Торнадо, может, ты помнишь, то есть, ты мог делать финт, там, подбрасывать, условно, мяч через голову, и делать подачу, там, через себя, и забивать голы, там, совершенно невероятно, то есть, это так, фифа 19, вот, именно на профессальном уровне, если мы возьмем, где игроки умеют все, это было похоже на убойный футбол, где просто голы через себя, голы там в одно касание с 35 метров, ну, короче, там было все максимально нереалистично, максимально аркадно, но при этом смотрелось, это, конечно, весело все равно, если ты так заходишь, посмотреть, вау, поэтому, наверное, с точки зрения веселья, опять же, 19, но с точки зрения именно спорта, и какой-то более логичной игры, что ли, 18, я здесь выберу 18. Здесь еще, насколько я помню, это была последняя фифа с рплкой, да, 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 поэтому здесь можно тоже в этом плане ее выбрать, потому что дальше уже Локомотив был, но он был в остальных клубах вроде как. Да, было три команды, Локос, Протакция, СК, с которыми заключили лицензию, то есть они ушли в Pro Evolution Soccer. Я помню, было много недовольных зенитовских болельщиков, которые почему-то не добавляют, они не понимают лицензии и договоров между... Ну, там, там суть в том была, что как бы лига продалась в Pro Evolution, непонятно зачем, то есть деньги так и не получили, они нормальные от японцев. Ну, понятно, у FIFA вообще, в принципе, такая политика, что они не платят таким лигам, как Россия, там, условно, да, потому что это не какой-то вау-рынок, то есть для России, в принципе, присутствие в FIFA, это уже плюс, со всеми лицензиями, да, и нужно было на это соглашаться, и там, идти дальше, но лига сказала нет, мы там идем по коммерческому пути, Pro Evolution приходит, покупает все там лиги, Россия, Дания и так далее, но все такие, ну, скажем так, рассортные лиги, да, на уровне европейского футбола, хотя Россию я все-таки отношу к топам, и ее нельзя там сравнить с Даней и Трецией, да, все-таки мы были там и топ-6, даже, там, претендоваю на топ-5 одно время, поэтому Россия все равно среди этих средних лиг в топе, вот, но Pro Evolution пришли, закидали всех деньгами, сказали, мы вам там, короче, пообещали горы, там, будут лицензии, будут лица для всех игроков, да, а FIFA такого не предлагали, то есть FIFA всегда предлагали там, ну, лица только для топ-5 лиг, поэтому здесь лига купилась на эти слова, по итогу, как я уже сказал, там, они точно совершенно не получили каких-то там хороших денег, обещанных, вот, и зря ушли, и, соответственно, осталось три места, которые FIFA могла взять, ну, то есть там у них был договор, то есть три клуба, ты все-таки можешь добавить, которые играют в Еврокубках, потому что FIFA оставалась лицензия на клубы, которые играют в Еврокубках, и, соответственно, Зенит как раз предлагали, то есть Зенит был один из клубов, который играл в Лиге Чемпионов, вот, и Зениту предлагали, естественно, быть в FIFA, вот, но Зенит просил деньги за лицензию, а FIFA не платит деньги за лицензию таким клубам, как Зенит, там, Шахтер и так далее, соответственно, здесь договорились с ЦСКА, Локо, с Спартаком, и, ну, не знаю, допустим, если мы возьмем Локо, то по итогу, наверное, это была проговоренность, и Зенит взломил, возможно, большие деньги, ну, допустим, я не знаю, платили лица из КАСПРОПУ, насколько я знаю, FIFA не платила им деньги за лицензию, но Локомотива платили, там, да, несколько сотен тысяч евро в год, потому что у Локомотива была неспортивная команда. Да, ты говорил об этом как раз в прошлый раз. И, соответственно, FIFA платили на содержание этой команды из-за того, ну, в принципе, лицензии, и Локомотив, как раз-таки, мгновенно, поэтому еще получал индивидуальные обложки каждый год, то есть в клуб проходила гора дисков, просто там тысячи дисков там с обложкой специально стилизованы под Локомотив, мы делали активации там с Адидасом, реклама была прикольная с Адидасом, совместная мы снимали в Москве, то есть ее показывали там на стадионах, Адидас у себя рекламировал именно с футбиками там со всем, да, и даже внутри FIFA, по-моему, 20-й или 21-й, отдельная форма Локомотива выходила третья, индивидуальная, комплект этот красочник Обычно же HomeAway Да, HomeAway, все, а тут они делали Денриала, Ювентуса там вместе с Пакбас, Кроссом, и тут еще Локомотив выходил, и ты думаешь, блин, вау, круто, ну и потом, мы сами все знаем, 22-й год, потом вся эта история закончилась. Ну да, я, конечно, тоже, Локомотив, это вот тоже моя тема, я люблю фу-локомотив. Так, 20-й, 21-й, конечно, вот тут в плане обложки, ну, как оказался, неудачный выбор именно то, что как игра Азарт 7 показал в реале, вот, а так? Ну так, я не знаю, я 21-й, наверное, выберу, я что-то 20-й прям так сильно не помню, и, как я уже сказал, по-моему, пандемия была как раз, пандемия, и особо турниров не было, мне с точки зрения турниров особо вспомнить нечего, я в нее особо не играл, наверное, из-за этого. Она же на пятерку уже тоже вышла. 21-я? Да, да, вот, видишь, А, ну все, значит, да, 21-й еще был переход на пятерку, значит, ну и обложка тоже мне нравится, то есть она такая необычная, нестандартная, да, поэтому здесь 21-я, здесь же 21-я. Ну можем еще быстренько 22-ю, 23-ю, 24-ю в один блок отметить? Да, да, как хочешь. Ну вот, давай, 22-я, 23-я, 24-я, у меня здесь дисков этих нет, потому что я их уже на аккаунт покупал. Как тебе вообще, вот, какую из них бы ты выбрал? Ну они очень похожи, очень похожи даже, ну все тактики, да, все формации, они плюс-минус работают, одни и те же с 22-ю, по 23-ю, по 24-ю. Ну я, наверное, 22-ю выберу, я в нее активно играл, топ-вот, ну я шел на 8-м месте в Европе до нашего отстранения и, соответственно, эта игра, в принципе, мне нравилась. 23-я, опять же, тоже очень похожа, и я даже на пост-22-ю нас отстранили, я не играл там точно плотно-рагона нормально, и все равно той базы, которая была в 22-ю, мне хватило, чтобы в 23-ю там хорошо выступить на внутренних турнирах, поэтому плюс-минус они очень похожи, даже 24-ю сейчас, я бы не сказал, что прям сильно отличается, вот, поэтому тяжело выбирать, но я 22-ю выберу, просто потому что с точки зрения именно результата для меня она была лучше, и плюс в этот момент мы еще не были в изоляции. Ну да, а кстати, насколько я знаю, сейчас 24-я, она впервые, там, британский рейтинг продаж, она на второе место ушла, она каждый год была на первом месте по продажам, и вот первый год, когда они, может, это из-за названия, как думаешь, в целом. То, что FC называется, что люди, может, не понимают, кстати, может быть, мне кажется, мы не можем, да, отрицать влияние именно на нейминга, да, я думаю, что вполне возможно, я даже, кстати, не знал про это, то есть я всегда знал, да, что FFA сам продаваемая игра, но что они сейчас на втором месте, но в целом, понятно, что нам от этого не говорить у них, не холодно, я думаю, что все-таки нейминг влияет, хотя, опять же, мне кажется, люди понимают, те, кто играют, они понимают, да, что FFA осталось FFA. Но думаю, да, все-таки для обывателя, может быть, они в поиске убивают, допустим, что-то хотят купить, FFA не выдает. Так, давай второй раунд, какую FIFU ты выберешь, пусть будет, давай, вот мы теперь отключаемся от таких, давай будем вот так делать, по-разному, не подряд, потому что подряд они все равно сильно похожи, мне кажется. Вот давай, FFA 0.9 и FFA 15. В плане обложки 100% FFA 0.9 выиграет. Да, FFA 0.9, конечно. С точки зрения обложки, да, но тут тяжело с точки зрения, там, условно, геймплея судить, потому что понятно, чем дальше уходит миграция, она вроде как более современная, более крутая, ну, и тем более здесь, FFA 15, которая, FFA 15 еще не успела испортиться, поэтому, да, она, конечно, намного более современная, интересная. Ну, да, здесь на Ignite же, Ignite же называется, на сколько? Ignite, да. Хотя, я говорю, для нас, что, блин, вау, в тот конкретный период времени мы даже не могли подумать, что будет потом. Да, согласен. Конечно, тогда они будут, там, взрывали мозг. Тем более, когда, она же, как раз говорю, на компьютер вышла обновленный движок, потому что до этого всегда консоли были лучше версии и быстрее выходили в новые движки на них сейчас вроде сравнялся. Сравнять сейчас, да, все одинаково. Давай, третья, шестая, да, чтобы попроще. Шестая. Ну, и обложка, и микротаж. Соглашусь. Здесь вообще споров нет. Давай, так, 11-12. Блин, ну, наверное, 12-й все-таки. Хотя, опять же, по обложке для меня 11-й. Вот. Ну, то, что, ну, блин, камон, березутски. И Сергей Богданович. Да. Ну, обложка здесь и какааааааа аааааааааааааааааааааааааааа. Ну, какааа там и играла в то время, кстати. Бурнабео, а здесь, по-моему, что Emirates, что ли, это вообще какой-то стадион, да, на Emirates похоже, но здесь точно Бурнабео реаловский, ну, я за 12-ю точно здесь, хотя обложник, конечно, 11-я. Все, хорошо. Так, сейчас я правильнюю 15-ю, 12-ю мы выбирали. Так, 17-е, 18-е. Блин, пусть 18-е будет, я 18-й, 17-й провалил такой евросезон, то есть я там был, что-то типа топ-6 Европы, а 18-й, в принципе, выиграл там чемпионат на РПЛ, тоже несколько турниров там был в Манчестере, в Амстере, ну, то есть у меня такой европрик получился более успешный. То есть можешь сказать, там 18-й, да, я отобрался в Лиге Чемпионов, здесь 17-й. Нет. Лига Европы. Лига Европы, да, больше. Так, ну и давай 21-я, 22-я, раз уж это... 21-я, 22-я? Да. 22-я, я думаю, да, 22-я. Хорошо, да, здесь мы запомним, как будто бы это 22-я, ну, чтобы в следующем... Здесь, чтобы вот так вот проще было, мы как-нибудь вот так вот сделаем. 15-е или 18-е? 15. Хорошо. Ну, это 12-я. Ну, вот давай вот нас туда в финал, 12-й и 15-й, какую ты выберешь? Ну, я за 12-й точно, я говорю, это мой первый факт, где именно я понял, что я хочу попробовать себя в Мирспорте, и... То есть я начал уже в 11-й с этим турниром, да, узнал, что есть в конце 11-й турниры, то есть профессиональные, как я уже сказал, у меня год не было компа, чтобы ее запустить. Да. Да, потом он появился, появился под конец ФИФы уже, я последние три месяца только играл, естественно, все проигроки уже у нее играли годами и уже отобрались на все турниры, я в нее только начинал. И я, в принципе, там буквально за два месяца понял, что я могу обыгрывать всех этих топов, и я понял, что окей, все, 12 ФИФа выходит, я сразу с первых там турниров умираю в нее, пытаюсь там браться какие-то чемпионаты, и все. Поэтому это моя первая ФИФа именно, то есть год 11-й, когда я начал, да, но ФИФа 12-я, когда я прям вот серьезно взялся за ФИФу, и поэтому для меня ФИФа 12, и она, как я уже сказал, ФИФа 12-13 считается самыми сбалансированными с точки зрения чемпионатов, турниров, поэтому для меня точно номер один. Ну, отличный выбор, как и говорил, я в нее тоже очень много играл, именно потому что у меня появился Xbox, я как раз только начал работать, одна из моих первых крупных покупок стала Xbox 360, я его прошил сразу, вот, поэтому диска у меня не было, ФИФа 12, но у меня была, то есть, а нет, у меня диск был, LTE тогда была, потому что было две виды прошивки, прошивка типа на диске, то есть можно было диски пиратские запускать, и либо этот, ну, мы там пиратство, конечно, не одобриваем, но на тот момент других вариантов не было. Ну, в тот момент все так сделали. Да, поэтому ФИФа 12 отлично, во-первых, РПЛ как раз уже тогда на таком расцвете была еще, и игроки были топовые, поэтому, мне кажется, прекрасно. И Реал, который тренировал Мауриньос, Кунь-Крау, Кака, Бензема, Озил, вообще невероятная команда, Пипе, Рамос, прайме, блин, ну, это была топ-команда. Прайма-команда, да, потому что еще эти года противостояния с Гвардиолой, я помню сезон, правда, они вроде предыдущий сезон, а может, и этот был, а в этой футболке точно приезжали в ЦСКА играть. Да, 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 в Москву. Зимой вроде, Роналду забил Чик-Чугову, если не сюда, и все, потому что вроде у Какин Фива травмы было. Вот, поэтому, да, тут много воспоминаний, на самом деле, тогда верилось, что как будто бы Российский футбол сейчас там взорвет, мы там еще какие-то футбол заберем, да, нет, отлично играли, тоже вот, опять-таки, ЦСКА можно, они угадали с обложкой, как минимум, потому что вот в этом сезоне ЦСКА вышел из группы. В 1-8-м году? Вот же они как раз играли с Реалом, и Реал как раз-таки забрал у них победу, и они в полуфинале, вроде, только оступились, если не ошибаюсь. По-моему, это как раз Барс проиграли в том году, нет, в полуфинале, когда удалили ПП за то, что за несуществующий холл на Алвесе, когда Алвес симулировал. И там я полетел прямой ногой, и Алвес убирал, и там даже на Пафторе было видно, что не было касания, но не было ни вар, ничего. Алвес симулировал жесткость, видя, болел, естественно, там, в 6-й прохватке Барса было очень тяжело, и это решило исходное состояние, и это, по-моему, как раз-таки до месяца забил, этот перерасольный проход был, там, пятерых обвел. Ну, я тогда болел за Реал, ну, то есть вообще, в состоянии Барса Реал, я все-таки чуть за Реал, это было еще до как раз вот этих пяти лиги чемпионов, как раз вот мне Мауринь, при Маурине очень нравился Реал, именно в плане, там, своей какой-то борьбы, и... Ну, самый рекорд, там, в Ла-Лиге по голам за сезон. И по очкам. По очкам, да, и, ну, действительно, эта команда была вообще потрясающая, суперконтратакующая, быстрая вертикальная игра. Тогда я тебе предлагаю сыграть один матч в FIFA 12, который ты выбрал, мне кажется, будет интересно. Я сразу говорю, я проиграю 100%, я в FIFA 12 больше, сейчас уже не помню, и, ну, это просто будет дружеский матч. Погнали. Тут еще эти арены прикольные, блядь. Вот я вот эти 7, кстати, вообще не знаю, не разбежаюсь. Сейчас это миллион наступает. Так, сполкнул. Ну, а за кого-то обычно? За Реал? Да, за Реал, да. Я просто хочу за Реал, потому что та команда это котят. Согласен. Так, я сейчас подумаю, типа так. Бери здесь бродить сильнее будет. Кого? В Бразилии. А, это сборная, или что? Да, она еще бродить сильнее. То есть топ-две команды были на Реал в Бразилии. Ну, давай. Я надеюсь, где это у нас ходит. Нашел кришку такой лица. Это Лусио, у себя чуть-чуть, если где-то. Лусио, да. За Баварин, наверное, еще играл в тот момент. Так у меня пока в резерве вообще сидит. Начал, здесь 64, первая Ахаза, 65, Дима, там. Да, без разницы. Погнали. Давай. Так будет на всем, наверное. Да, я не помню. Здесь был богобег классный. То есть ты зажимаешь вот эти две задние кнопки. Ага. Вначале вот так в одну сторону, потом резко на другую, и он ускоряется. Могерь Розанов, да? Блин. Ой, блин, да, тут же это опинтание. Да ладно, не делай ручки. Ой. Я бы сразу рукой. Давай, давай. А, вот это я люблю. Нет, дальше Си походу не было, либо Анток появлялась. Вот не те, кто человек, который просто обычно не заметит. Нет, вот просто графика хуже. Ну, который просто даже не играл особо. Ага. Вот интересно. Ты вот сразу... Не, ну, я думаю, заметить, конечно, потому что, ну... Тут и разрешение. Здесь, да, разрешение. И все-таки детализация не такая еще. Ну, это понятно. То есть ты выходил один на один, ты забивал. Не знаю, вроде там дома вообще не было, была очень красная Уфа. Сегодня Уфа проиграл... А, Беркут проиграл в итоге 0-5 в Уфе, поэтому здесь я, скорее всего, в этой игре я Беркут. Все, чем могу ошибаться, как раз в 12-13 году Россия сыграла с Бразилии 2-2. А, да, да. Там забивал Широк вроде. Да, я помню. В Москве играли. В Лондоне. А, или... Да, да, да. В Лондоне матч был. В Лондоне матч был. В Лондоне матч был, да, да, да. Там капеллы еще тренировал. Уже капелла была? Ой-ой-ой. Не в сухую, не в сухую. Мне нравится, когда анимация, ворот, сеток. Блин, прям ностальгия, когда голы забиваются, особенно в этих кет-празднованных. Я бы с Кайфом играл в этом полностребновательном уровне. Какие-то не будут, мне кажется. Да, это действительно. Классный фан, который мне нравится. То есть, конечно, сейчас в этом роде. Думаешь, блин, деревянное, на фоне того, что эти кет-праздновательные. Ну, конечно. Но с другой стороны, не нравится. Мне она гораздо больше нравится. Все делают тинфи, которые даже в этой стене нет еще. Ты же нахуй мать их движение. Ну да, инстинкт. Инстинкт, да. Да, раньше фотография казалась прям вышкой. Вышка, да. Потому что там уже и Песка уже не такая была. В тот момент уже вроде. Песка, да, до 10-й где-то она была, до 11-й. Неплохой такой. 1-5. Мне кажется, отличный результат. Спасибо большое тебе. Спасибо тебе большое. Субтитры сделал DimaTorzok